Добрый вечер! Я надеюсь вы поняли о чем сейчас пойдет речь. Фильм Бэтмен 1989 года Тима Бертона. Ну просто вчера мы видели Николсона в фильме Честь Семьи Придца, где он играл полного такого дебила. Стало обидно за Джека. Захотелось посмотреть какой-то фильм, где он вот блистает, как такой интеллектуал, такой красавчик. Но это естественно фильм Бэтмен, в котором у него такой интеллектуальный офигенный Джокер, отбитый на всю башку, но от этого не менее классный. Вот, соответственно, есть очень много всяких дискуссий по поводу того, какой фильм лучше. Вот этот или там серия Ноана. Ну, я скажу сразу, я вырос на этом фильме. То есть, мое поколение выросло на фильме Бэтмен, соответственно, 1989 года. Для нас это как бы вот оно самое. Да, то есть, и вот та фигня, которую вообще сейчас снимают, да, там, с Беном Аффлеком, там, с каким-то еще там Паттерсоном, или как его там зовут, вот сейчас новая серия выходит, это вообще неинтересно. Вот, Нолан, ну, Нолан тут дискуссионен. Дело в том, что если взять такую какую-то шкалу, да, вот поставить посередине комикс про Бэтмена, то получится, что, ну, скажем так, Бёртон тянет повествование в одну сторону, в сторону сказки. Такой волшебной сказки, практически, какой-то виртуальной реальности. Оно наоборот, он пытается за уши этот комикс притянуть к реальности. И поэтому, например, вот сравнивать героя Николсона и героя Хита Леджера, да, абсолютно бессмысленно. Они играют абсолютно разных персонажей, да. Ну и что, что у них у обоих морда накрашена, да. Но Николсон это такой интеллектуал, интеллигент, человек, начитавшийся книжек, разбирающийся в искусстве, вот такой тонкий ценитель. Вот, а Хит Леджер это такой панк из низов, да, который рушит, как бы, окружающее, просто потому, что он все это с детства там ненавидит, да, вот эту вот реальность. Вот, и поэтому, ну, их сравнивать просто нельзя, они разные, вот, хотя оба актера выступили на 5 баллов. Вот, соответственно, также совершенно различаются и оба фильма у Бёртона. Это больше сказка, это больше противостояние героев. Хотя, вот, когда говорят, что вот этот вот темный рыцарь Нолана, он такой социальный, такой весь, вскрывает какие-то изнанки общества. Так и, ёлый палый, в 89-м году Тим Бёртон точно совершенно так же эти изнанки вскрывал, да. Тут все это тоже есть, просто это не на первом плане. Ну, кто у нас еще, кроме Николсона, присутствует? Присутствует Дэнни Элфман, замечательный композитор, шикарная музыка, на много лет ставший, там, визитной карточкой Бэтмена. Она другая, но они похожи на музыку Циммера, но, по-моему, ни разу не хуже. Майкл Киттон, ну, собственно, у него была та же проблема, что и у Кристиана Бэйла. Бэтмен сам по себе персонаж очень скучный. Мало того, что он много играет с закрытым лицом, так он еще ультимативно хороший. Там для него какие-то приходится придумывать какие-то там, там, увертки, чтобы этот персонаж оказался хоть как-то интересен, да. А так, ну, конечно, Киттон тут попытался сделать такого, я не знаю, такого простого пацана из гаража, да, такого доступного, обычного, как все остальные. Ну, то, что у него там миллиарды, там, это все, это ничего не значит. Ну, как обычно, вот эти вот ребята, которые там состояние сделали в гараже, это тем более смешно выглядит, что по всем, как бы, лекалам западного общества, да вообще капиталистического общества, Герой Киттона, Брюс Уэйн, это потомок богатого рода, у него воспитание, вот, муштра должна была быть такая, что, ну, персонаж выглядит немножко неестественно. Но это беда самого персонажа, это не беда актера, актер тут делает, что может. Ким Бейсингер, ох, естественно, взяли самую красивую девушку из всех, которые были под рукой. Ким Бейсингер, она на тот момент, ну, была самая красивая. Были, конечно, некоторые варианты, и один из таких вариантов мы увидим в следующей серии, потому что фильм Бэтмен возвращается, я тоже с удовольствием пересмотрю. Для меня вообще есть только три серьезных таких хороших фильма про Бэтмена, это Бэтмен 89-го года, его продолжение прямое, Бэтмен возвращается, и, соответственно, Тёмный рыцарь Нолана, да, вот эти вот три фильма, я считаю, достойными просмотра, остальные, это какое-то коммерческое фуфло, вот, которое даже смотреть не надо, вот. Ну, и, соответственно, Ким Бейсинга, возвращаемся к ней, она здесь просто красивейшая, да. Особой актерской игры от нее не надо, тут простая роль такой жертвы, которую надо постоянно спасать. Вот сейчас затаите, пожалуйста, дыхание на секундочку. Вот так, это Тим Бёртон, это всегда ирония, всегда какие-то такие смехуечки, извините за выражение, всегда на это смотреть весело, вот, и всегда это такое необычное зрелище, которое, вот, просто, ну, Тим Бёртон сам по себе странный человек, если вы другие фильмы его видели, вы понимаете, да, но вот этот его фильм мне нравится больше всего, потому что тут видно, что он пытался держаться близко к комиксу, и поэтому обуздывал свою вот эту вот неукротимую фантазию, да, а вот, скажем, в продолжении там уже немножко продюсеры отпустили вожжи, да, и Тим Бёртон, как бы, немножко вышел из стиля, а так, вот, сама атмосфера города Готэм, вот эти вот, даже титры, которые вводят нас, да, вот, в реальность, в такую вот темную, готическую, да, а потом там начинается вот этот город, который очень напоминает город из Блэйд Раннера, кстати, там какие-то роскошные такие красивые башни наверху, и какое-то быдло, которое копошится внизу, вот, кстати, если вот так обратить внимание, то Бэтмен-то, по большому счету, он людям-то тут не помогает, вот, даже это вот первая сцена, да, когда чувака на улице грабят, да, а он потом типа с бандитами разбирается, но он что делает, он просто набил бандитам морду и улетел, то есть чуваку вот этому вот ограбленному он не помог никак, так, ну, это можно отослаться к Лим Сан Чужукову, к его ролику про фильм Бэтмен, я, кстати, с ним не во всем согласен, например, он там очень долго хвалит актера Майкла Кейна, что-то такой английский, такой английский, Клим Саныч, ну что ж вы поддаетесь-то вражескому пиару, ну, вот тут есть актер Майкл Гав, который, извините за выражение, еще в 58-м году играл в фильме Дракула, там, у Роджера Кормана, а чем он менее английский, чем Майкл Кейн, вот, Кейн просто гораздо больше пропиарен, а так, в принципе, образ исполнен, ну, вот этого дворецкого замечательного, да, он исполнен абсолютно на уровне прекрасно, абсолютно по-английски, вот, и так далее, и тому подобное, ну, кроме того, тут есть парочка актеров, и Пэт Хингл, и Джек Пеланс, это такие легенды американского кино, но именно американского кино, потому что если мы посмотрим их в фильмографии, то мы увидим, что у них чуть ли не самые известные фильмы в карьере, это именно Бэтмен, там, ну, и какие-то вот уже на излете карьера, ну, просто люди снимались в многочисленных сериалах, типа, вот, Плеть с Клинтом Иствудом, там, еще что-то, вот, там, Госпиталь Мэш, и так далее, там, их знает именно американский зритель, мы их практически не знаем, нам просто говорят, что это, там, такие легендарные американские актеры, ну, мы говорим, ну, да, 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 действительно, легендарный американский актер, хотя, чем он легендарен, ну, мы абсолютно не знаем, да, но вот, кстати, Пэт Хингл, я помню в замечательном фильме с Натальей Вуд и Уорреном Битти, «Великолепие в траве», мы его как-нибудь посмотрим, Билли Ди Уильям здесь засветил, Сэрленда Калерисин, все кинематографы, вот, но он тут сильно на втором плане, вот, ну, короче, если суммировать, да, фильм «Бэтмен», вот, 79, ой, 89-го года, фильм Тима Бёртона, это прекрасное кино, это прекрасный кинокомикс, это прекрасный готический такой, готический роман такой, готическая сказка, вот, с отличным совершенно юмором, с какой-то сатирой, с совершенно шикарными ролями Джека Ниголсона в первую очередь, ну, и Ким Бэйсингер во вторую, вот, очень неплохим Китоном, с отличной музыкой, ну, это, по мне, это близко к идеальному именно комиксоиду, да, вот, не какие-нибудь Мстители, а именно Бэтмен, вот, Нолан, он просто немножко про другое, вот, а вторую часть, Бэтмен возвращается, мы посмотрим с вами буквально на днях, там тоже девушка от Валбашки, она тоже, она нисколько не хуже Ким Бэйсингер, но она просто другая, вот, всем приятного просмотра, не забывайте классику, она хуже с годами не становится, чё тут Ниголсон творит, это просто от Валбашки, приятного просмотра, всем добра!